Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 160. Реши задачу из предыдущего задания, вычисли, запиши её ответ. Сколько времени поезда должна двигаться с такими скоростями, чтобы расстояние между ними стало 280 км? Давайте вспомним, какая задача была в предыдущем задании, в 159. В 159. Собственно говоря, мы её там решили, и к этой задаче есть видео. А здесь нам требуется взять условие из задачи 159 и ответить на вопрос, который записан в условие задания 160. Давайте прочитаем условие предыдущей задачи. От одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда, пассажирский и товарный. Товарный поезд двигался со скоростью 60 км, а пассажирский со скоростью 80 км в час. И вот теперь нам нужно ответить на вопрос задания 160. Сколько времени поезда должны двигаться с такими скоростями, чтобы расстояние между ними стало 280 км? И здесь схема ещё к этой задаче. На этой схеме показано, что два поезда начинают движение из одной точки, когда расстояние между ними равно 0 км. Один поезд движется со скоростью 60 км в час. Это товарный, а пассажирский 80 км в час. Сейчас они разъезжаются в разные стороны. И нам нужно сказать, через сколько часов между ними расстояние станет 280 км. Давайте запишем расстояние 280 км. Но для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно знать, а с какой скоростью расстояние между ними увеличивается. Значит, в первом действии мы вычислим эту скорость. Эта скорость называется скорость изменения расстояния. Поскольку наши поезда движутся в противоположных направлениях, то скорость изменения расстояния будет равна сумме скоростей этих поездов. То есть 60 км в час плюс 80 км в час. Итого получается 140 км в час. Вот с такой скоростью изменяется расстояние между этими поездами. А теперь нам нужно вычислить время, когда расстояние достигнет 280 км. Чтобы определить время, нам нужно расстояние разделить на скорость. В данном случае это скорость изменения расстояния. То есть мы должны взять 280 км и разделить на 140 км в час. Ну, если разделить 28 десятков на 14, то получится 2. Это будет 2 часа. Таким образом, через 2 часа расстояние между поездами станет равным 280 км. и запишем ответ. Так и запишем. Через 2 часа расстояние между поездами будет равным 280 км. На этом всё. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.